Всем привет, меня зовут Амир Касенов, я главный редактор информагентства Кастак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайки этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали. Суд над Бешимбаевым перешел к прениям сторон. Суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бешимбаевым, которого обвиняют в истязаниях и жестоком убийстве его бывшей жены Салтанат Нукеновой, перешел к прениям сторон. Суд перешел к прениям сторон в четверг. Прения будут проходить два этапа с участием присяжных заседателей и без них. Первая в суде начала выступление сторона обвинения, которая, обращаясь к присяжным заседателям, обратила внимание на то, что Нукенова была как влочек света, и указала на то, что женщина подвергалась истязаниям в течение длительного времени на протяжении 2023 года. Помимо Бешимбаева, на скаме подсудимых находится его родственник, директор гастроцентра Бахджам Байжанов, которого обвиняют в попытке скрыть тяжкое преступление. Ранее с него сняли обвинение в недонесении о преступлении. Дело, которое вызвало широчайший резонанс, рассматривают в открытом режиме. За процессом наблюдают миллионы людей по всему миру. По инциденту с задержкой конвоя Бешимбаева проведут служебную проверку. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Айдос Рызбаев. По техническим причинам, технические вопросы, сейчас идет служебная проверка по данному факту. Автомашина может не завестись, сломаться, колесо спустить, объяснил задержку Рызбаев, отвечая на вопросы журналистов в куларах Мажелеса в четверг. Замминистра попросили прокомментировать информацию о том, что Бешимбаев пытался убить себя. У меня нет такой информации, сказал Рызбаев. Напомним, 29 апреля судебные премии по делу Бешимбаева не начались в положенный срок. Подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. Бывший министр внутренних дел Казахстана Ирлан Тургумбаев помещен под стражу на два месяца, сообщает источник. 30 апреля в отношении Тургумбаева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщил редакции Костак. В четверг источник знакомой ситуации. Костак уже обратился с запросом в Генеральную прокуратуру и в настоящий момент ожидает от главного надзорного органа страны официального подтверждения ареста экс-министра. Это сообщение мы опубликовали в 17.28, а где-то через минут 20, может через полчаса, Генеральная прокуратура официально подтвердила данную информацию агентства Костак. Так, действительно, суд вынес решение 30 апреля поместить экс-главу МВД Тургумбаева под стражу сроком на два месяца на время следствия. Напомним, о задержании Тургумбаева по делу о имварских событиях стало известно вечером 29 апреля. 30 апреля Генпрокуратура подтвердила задержание экс-главы МВД. До этого 30 марта сообщала, что Генпрокуратура допросила Тургумбаева по делу о имварских событиях. Тургумбаев возглавлял МВД с февраля 2019 года и был освобожден от должности вскоре после имварских событий 25 февраля 2022 года. Затем, около полугода до 17 августа 2022 года, он был советником президента. А с 2013 года он значится как советник региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества РАЦШОС. Дело против Гульмиры Сатыбалды, бывшей жены Кайрата Сатыбалды, это племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева, направлено в суд, сообщает Агентство по противодействию коррупции. Агентством завершено расследование по подозрению Сатыбалды Гэ и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправствия, повлекшего тяжкие последствия, говорится в сообщении в четверг. В настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Сатыбалды с санкцией следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в специализированный межрайонный уголовный суд Алматы, уточнили в антикоре. Гульмира Сатыбалды проходит по делам о хищении средств на ремонт объектов универсиады 2017, рейдерстве и похищении человека. 30 июня 2023 года ее осудили еще на 8 лет по делу об ущербе 441 миллион в Казларде. Напомним, 4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды по одному делу уже приговорили к 7 годам заключения под частям 3 и 4 389 статьи. 3. Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организации, либо охраняемым законным интересам общества или государства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо группой лиц по предварительному сговору, повлекшие тяжкие последствия. Из пункта 1 и 8 части 2 статьи 225. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений УКРК. Также Сатыбалды лишена ордена Курмед. Кроме того, суд обязал Гульмиру Сатыбалды возместить 6,5 миллиарда тенге бизнесмену Турсену Алагузову. Суд постановил назначить отбывание наказания в учреждениях УИС средней безопасности. Срок наказания считается момента вступления приговора в законную силу. Срок наказания Сатыбалды за честь с времени содержания под стражей 16 марта 2022 года до вступления в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за полторы суток отбывания наказания в УИС. Суд над журналистской Джамилёй Маричевой по иску Мининформации начался в Алматы. Ко мне поступил выделенный материал с города Астана в отношении Маричевой о том, что она 30 января 2004 года в телеграм-канале на сайте про тенге разместила ложную информацию. По этому факту я составил административный протокол по статье 456 прим. 2, часть 3. Мне сказали, что она находится на вашем участке, поэтому по выделенному материалу я должен составить протокол, рассказал инспектор, составивший протокол в ходе судебного разбирательства в четверг. Судья поинтересовался у инспектора. А в чем ложность информации, распространенной журналистской? Начальство мне сказало, они ознакомились с материалами, потом мы все сидели, составили протокол. Мне сказали, что я должен составить протокол, пояснил инспектор. Он добавил, что составил протокол по указанию руководства. Вы вообще знаете, о чем говорите? Хотя бы читайте то, что вы указали. Вам как сказали, так вы и составили, не вникая суть нарушения. Правильно я понимаю? Вам сказали составить, вы должны еще разобраться, правильно? Прежде чем составить протокол, действительно ли имело место правонарушение, удивился судья. Мне, как сказали, я так и составил, сказал инспектор. По словам судей, в материалах дела имеется скриншот с сайта Кастак, поскольку в суде также упоминались фамилия Ашимбаев. Редакция предполагает, что речь идет о материале Ашимбаев, о ситуации с радио, о затыке, поправках в целом, обеспечиваем свободу слова. Примечательно, что пост Джамиля Маричева в Телеграм, за который ее обвиняют в клевете, был опубликован 30 января. Материал Кастак, который, возможно, есть в материалах дела, вышел на сайте позднее, 1 февраля. Формулировка обвинения 36 журналистов радио затык не получили аккредитацию, без которой они не смогут работать. То есть она неправильно указала, и как это опровергает Ашимбаев тем, что в Казахстане обеспечивается свободу слова? А где здесь противоречие? Где здесь ложная информация? Возмутилась адвокат Маричевой Асель Тукаева. Сама журналистка пояснила в суде, что в корне не согласна с данным административным протоколом. Я считаю, что информация, опубликованная в посте, соответствует действительности. Более того, я уверен, что она никоим образом не нарушила общественный порядок, либо права и законные интересы граждан или организации. Я вообще с трудом понимаю, почему к данной публикации привлечено столько внимания и столько представителей начальства полиции. Я не понимаю, по какой причине они, не позвонив, буквально выследили меня на пробежке. Они использовали максимум ресурсов ради одного административного протокола, чтобы показать мне демонстративно свои возможности, что могут отследить, что могут посадить в машину. Демонстративное психологическое давление, акцентировала Маричева. Защита считает, что состав административного правонарушения, который вменяется Маричевой о распространении ложной информации, не подтверждается материалами дела и ходатайствовала о прекращении процесса. Также адвокат попросила вынести частное постановление в адрес сотрудников управления полиции Бостондыкского района за грубейшее нарушение конституционных прав при составлении административного протокола, предоставлений для совершения протокола. Суд продолжится 6 мая. Напомним, 9 апреля Костак сообщал, что на журналиста Асхата Ниязова завели дело после репоста статьи телеграм-канала Протенге в поддержку издания радио Азаттек. В МКИ заявили, что основанием стало распространение недостоверной информации. Поздно вечером 24 апреля стало известно, что основателя и главного редактора Протенге Джамилю Маричеву забрали в полицию прямо во время ее пробежки. Позднее она сообщила, что вышло из здания полиции. 25 апреля Маричева рассказала, что вместе с журналистом Асхатом Ниязовым она готовится к судебному процессу. К вечеру 25 апреля министр культуры информации Айда Балаева опубликовала пост про дело Маричева и Ниязова, но не стала при этом давать оценку действиям полиции. 29 апреля журналист Асхат Ниязов выиграл судебный процесс по своему делу. Отметим, что Маричева является лауреатом конкурса Союза журналистов Казахстана. А ее проект Протенге известен громкими расследованиями, благодаря которым обществу становится известно о чрезмерных и часто необоснованных и сомнительных тратах казахстанских чиновников. Кулебаевым уже занимаются. Депутат Можлица Ермурат Бапи согласен с мнением, что выплата почти 200 миллиардов тенге дивидендов от Халыкбанк в пользу АО «Холдинговая группа Алмэкс» может быть нелегальным способом для Тимура Кулебаева и его супруги, дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева Динары Кулебаевы, вывести активы в сотни миллиардов из Казахстана. И сообщил, что миллиардером уже занимаются соответствующие органы. Абсолютно вы правы, имеется права, возможность вывести Кулебаевым активы почти в 200 миллиардов из Казахстана в виде дивидендов. Я так думаю, вообще вопрос Халыкбанка на государственном уровне должен решиться. По части и собственников, и по части. Халыкбанк – это структура, образующая большой банк, финансовый институт. И все коммунальные и все основные государственные компании через Халыкбанк обслуживаются. Поэтому я думаю, на основе закона о возврате активов Халыкбанк должен пройти ревизию. Я так считаю. У меня есть информация, что в отношении Тимура Кулебаева идет сейчас как бы скрытая обработка соответствующих органов. Дай бог, чтобы те органы довели это дело до конца. Я так думаю. И тогда мы узнаем, сказал Бапи корреспонденту Кастак в куларах Мажелиса в четверг. Он считает, что время публикации уведомления Народным банком о выплате дивидендов было выбрано не случайно. Тем более, когда в стране потоп, большие финансовые ассигнования уходят на восстановление. На всякие убытки, на восполнение животных, дома строят. Там по некоторым расчетам экспертов где-то 700-800 миллиардов уходит. Это предварительно. А в такой момент берут двое из группы Алмэкс. Это собственники Халыкбанка. И из страны вытаскивают около 200 миллиардов тенге. И тем более, вот эту информацию запустили в данный момент. Это как будто нарочно, как будто специально поступают, сказал Мажелисмен. В данном случае, по его мнению, речь идет о мести. Это метод старого Казахстана. Как бы отомстить новому Казахстану. Вопреки политике президента Тукаева. Тем более, в такой кризисной ситуации, когда ЧАЭС, когда потоп, паводки. И вот эту информацию, как будто, вот что ты нам сделаешь. Вот таким образом, демонстративно. И из-за этого надо наказывать этих собственников, я думаю. Ну, наказывать, конечно, неволевым методом, я так думаю. Потому что Халыкбанк листингуется в фондовых биржах. Я думаю, других инструментов хватает у нас. Через закон о возврате активов нужно поставить все на место. Подчеркнул Бапи. Напомним. 26 апреля АО Народный банк Казахстана сообщил о решении выплатить дивиденды по простым акциям банка на сумму свыше 277 миллиардов тенге. По состоянию на 1 апреля 2024 года 69,52% простых акций Халыкбанк принадлежат холдинговой группе Алмекс. Таким образом, компания Кулебаевых получит в виде дивидендов 192 миллиарда 800 миллионов тенге. Коадмин исключил президента Назарбаев университета из своего Корсовета по финно-организациям. Правительство исключило президента Назарбаев университета из Координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями, передает корреспондент агентства. Внести в распоряжение премьер-министра Республики Казахстан от 9 сентября 2022 года номер 145 Р создание Координационного совета по сотрудничеству правительства Республики Казахстан с международными финансовыми организациями и следующие изменения и дополнения. В приложении к указанному распоряжению в составе Координационного совета по сотрудничеству правительства Республики Казахстан с международными финансовыми организациями строку президента автономной организации образования Назарбаев университет по согласованию исключить, говорится в постановлении правительства. Сейчас обязанности президента ВУЗа исполняет Елисанми Адесида из США. Также Кабмин постановил строку министра национальной экономики, заместителя председателя, изложить в следующей редакции заместитель премьер-министра, министра национальной экономики, заместитель председателя. Строку заместителя премьер-министра, министра финансов республики Казахстан исключить после строки министра юстиции, дополнить строкой следующего содержания министра финансов республики Казахстан. Валюту более чем на 1 миллиард тенге продали из Нацфонда Казахстана в апреле. Об этом сообщает Национальный банк. Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1 миллиард 56 миллионов долларов, говорится в сообщении в четверг. Согласно информации, к концу апреля курс тенге укрепился на 1,1% до 442 тенге 5 тын за доллар. Средний годовой объем торгов на казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 до 234 миллионов долларов. Общий объем торгов состоял 15,1 миллиарда долларов. Также доля продаж из Нацфонда состояла 21% от общего объема торгов и не более 48 миллионов долларов в день. Для поддержания валютной доли пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, т.е. ЕНПФ, на уровне 30% Нацбанк в апреле покупал валюту на биржевых торгах, общая сумма которой состояла 500 или порядка 10% от общего рынка. Валютных интервенций в апреле Нацбанк не проводил. По предварительным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года, Нацбанк ожидает продажу из Нацфонда 750-850 миллионов долларов. Покупка валюты для ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере 450-500 миллионов долларов, указывается в информации. Токаев сделал заявление по поводу переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы. Заявление президента Касымжу Марта Токаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы опубликовала пресс-служба Аккорды. «Приветствую согласие Азербайджанской республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами», — говорится в сообщении. «Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая алматинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ», — считает президент Казахстана. «Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализацией Азербайджана армянских договоренностей и будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе», — сказал Токаев. Напомним, президент Азербайджана ранее заявлял, что Баку дал согласие на встречу между главами МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. 29 апреля Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. Netflix снимет реалити-шоу в горах Алматы. Американский стриминговый сервис Netflix снимет реалити-шоу в горах Алматы, сообщает пресс-служба Акима Города. Всемирно известная стриминговая платформа Netflix объявила о съемках риэлти-тревел-шоу в Кыргызстане и Казахстане. В Алматы съемки проекта пройдут с 20 по 30 мая. Самая влиятельная в мировой индустрии развлечений компания Netflix сделала выбор в пользу красивых гор Алматы и аутентичной кыргызской природы, как локации для своего реалити-тревел-шоу, говорится в сообщении в четверг. Как отметили в Алматы Туризм-бюро, съемки реалити-тревел-шоу в Алматы — важный капитал, который способствует узнаваемости страны и повышению туристского потенциала. Netflix считается ведущей стриминговой платформой, которая предлагает огромный выбор фильмов и сериалов и другого оригинального контента для широкой аудитории и пользуется огромной популярностью. Аудитория Netflix — это более чем полмиллиарда человек по всему миру. Количество платных подписчиков Netflix — порядка 270 миллионов, уточнили в гор Акимате. Собственно, такими были самые интересные, на мой взгляд, события двух дней. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. Хочу отметить, что с 3 по 12 мая я буду находиться в отпуске, значит, всю следующую неделю выпусков не будет. Но после 12-го, конечно, мы снова с вами обязательно увидимся. А чтобы не пропустить следующие выпуски, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким, и будете получать соответствующие уведомления. Конечно, лайкайте это видео, делитесь им, это тоже очень сильно помогает продвижению нашего канала. Я желаю вам всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok